Я рад приветствовать охотников и охотниц на нечесть на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру под названием Darkest Dungeon. Ну что дорогие друзья, сегодня мы пойдем на 12 фунтовую пушку. Давайте погнали на нее, я вот собрал такой отряд. Пойдут те же ребята практически кто ходил в прошлый раз, кроме вот этого чувака. У нас пойдет вместо него прокаженный, вместо бойца. Я думаю дамаг здесь больше понадобится чем защита и он как раз с этим хорошо справится. Плюс собачник пойдет, плюс у нас пойдет наш боец, вот этот бандит и плюс ко всему пойдет висталка, она будет нас прохиливать. Вот такой набор умений и предметов я им взял. Ну кто в теме, тот в теме, я думаю кому это интересно очень, тот знает. Вот, давайте пойдем уже, собираться давайте. Я просто единственное, что сейчас сомневаюсь, я знаю точно, что на вот этом вот боссе, тут самое главное выхлестывать нам поджигателя, который будет поджигать фитиль, да, вот этот канонирчик. И вот если мы будем выхщелкивать, будет все нормально. Но при этом, нам надо точно помнить, что пушку-то тоже надо долбить. И это тоже определенные проблемы вызывает. Надо подумать, давайте берем всю еду, как всегда, начнем с этого. В дальнейшем я беру пару лопат, возьмем штуки три. Тут довольно-таки часто попадаются стены. Возьмем три на всякий случай. Кровотечение, ну давайте возьмем парочку, наверное. Вот, два ключа, травы возьмем парочку еще, давайте до четырех догоним травы. Тут будет очень много кто травить, давайте-ка яду тоже возьмем, антияд. Да возьмем, наверное, три. Три взять, четыре взять. Давайте три. Ну и еще один бинт. Я думаю, вполне хватит. Я, конечно, не беру сейчас святой воды, которая увеличивает от всего там практически резист. Я ее пока не беру, но я не знаю даже смысл брать, может не брать ее вообще. Потому что мы сейчас пойдем там в босс, босс как бы, у него самое главное нам выхлестывать одного бойца и остальных добивать, и потом бить пушку. Пушка будет дамажить крайне сильно, если давать ей стрелять. Самое главное дойти только до Пушкина. Вот что самое главное. Дойти до Пушки и дать ей в рожу. Все. И мы ее разберем, я думаю. Мы как куча, огромное множество китайских инженеров, которые быстро разбирают с отвертками. Давайте погнали, начнем, наверное. Да, вполне хватит этого. Пушкин. Пушкин. Ну, вот-вот-вот-вот-вот. Что именно он конченый самый, здесь из всех. Именно он и никто другой. Нам ясно, что идти надо вот в эту область. Босс будет здесь, топаем сюда. С одной стороны, это даже хорошо, что нам сразу понятно. Нам надо будет пройти, получается, несколько комнат в неизвестности, а потом будет все спокойно. Раз, два, три комнаты, да. Здесь получается раз, два, три, как минимум четыре. Да, здесь босс. Погнали. Надеюсь, здесь сразу не тьмайник будет. Я очень на это рассчитываю. А че такое? До конца хода. А, до конца похода. Не-не-не-не-не-не, дружище. Это почему? Это предмет на мне такой, да? Не понял, откуда у меня эта херня. Странно, у меня нет такого. Это дает чисто защиту, уклонение дает. Плюс 10 от стресса. Это дает чисто уклонение и урон по людям. Откуда эта херня на мне? Одержимость с чистотой. Сильная жажда алкоголя. Вообще непонятно, откуда эта херня. Ее убрать-то нельзя. Смотрите, я не могу травой ее сжечь. Офигеть. Я взял 10 уклонения. И они, оказывается, бесполезны. Так. 50 защит у этих ребяточек. Давайте-ка оглушенем одного сразу же. Чтоб остальным не повадно было. Довольно-таки плотные ребята, да? У них скорость единичечка. Так, вот знаете, другой вопрос. Стоит ли мне добивать или метку кидать? Давайте добьем все-таки. Четыре, сколько я отравил? Ну-ну-ну-на, совсем чуть-чуть. Мне не хватит. Давайте добивать тогда, что уж делать. Уп, хорошо. Траванул сразу, смотрите-ка. Ху-ху. Вот это хил. Божественный. Ключ. Похилим. Так, блин. Дружище, точно на тебе нельзя применить. Нет, нельзя. Тупаем дальше. Вот тут будет страшная драка. За ништики всегда страшные драки. Так, вот это полено, кстати, я что-то никак не пойму. Как его лучше было бы открывать? Старое дерево. Смотри. Так, дупло, вы можете внутри что-то есть. Давайте попробуем через эту. Нет. Обычно, просто, да, вот открываешь. Но у меня вот я что-то пару раз сходил, у меня просто так не получилось. Видимо, там какой-то процент все-таки присутствует. То есть, можно и ничего вообще. Можно натолкнуться на жесть какую-нибудь, и все. Так, ну что, как всегда, начинаются вопросы, а что же выкинуть? Да давайте это добрать не будем, просто, да и все, что. Чтобы вопросов не было. Давайте драка, драка. Надеюсь, не очень крутая. О, нормально. Мы должны справиться. Так, только сейчас надо подумать, кого глушануть. Давайте глушить и ее, естественно. Потому что они меня бесят, и они сейчас начнут первыми ходить, стараться, по крайней мере. И кидать стресса очень много. 23 сразу. Стрессы и метку. О, опасно. Вот тварь. Так. Я буду бить в нужных, как бы, да. Будем стараться снести каких-то таких, сразу же, естественно, в самых опасных. Опа, опа, прям нифига себе. Нифига себе. Разуворотистые вы мои. Да нифига, да какого хрена-то, е-мое. Чего вы такие уворотливые? У вас 9 уклонения, е-мое. Откуда у вас такие увороты? Вы что, с ума сошли? Умри. Вот это меня радует. Вот это радует всегда. Эх, чуть-чуть. Бы. Чуть-чуть бы больше, и было бы вообще хорошо. Сопротивление. Давайте оглушим этого паренька. Пускай подумает над своим поведением, посидит. Ууу, хорош. Собачник, ты радуешь. Ты радуешь нас, дорогой ты, мой друг. Похилить, ударить. Давайте похилим, наверное. Сопротивление. Отлично. Кровотечение. Тоже отлично. А, мне надо стрелять, да. И сейчас хилочка пойдет, да? Как раз что доктор прописал. Падай! Все, убили всех, забираем добро. Блин, ничего не влазит. Просто добрище. Попа ешь, ничего не влазит. Так, ну ладно, деньги у нас вроде как есть. Выкидывать будем, значит, мелочь. До свидания. Это мне надо. Практически ничего не входит. Так, это что за херня? С минус скорости. Не надо мне. Хотя по деньгам она, наверное, дороже выйдет, чем что-либо другое. Но да ладно, это уже поздняки метаться, как говорится. Забираем вот это. А портреты вообще мне нужны? Там что-то я уже сейчас не вспомню. По-моему, не сильно они мне нужны. Ну да ладно. Соберем еще немножечко. Вот эти-то точно нужны купчие. Бюсты нужны точно. А вот портреты я уже не помню. Надо или нет? Пятихатыч, пятихатыч. Тысяча, да? Выкинем на пятихатку. Ну, что-нибудь вот это, например, заберем. Тут плюс деньги. Ну, хватит, пожалуй. Погнали дальше. Скрывать сундук. Время пришло. Вы посмотрите, вообще не улазит ни хрена. Ладно, давайте избавляться от портретов. Что делать? Они, по-моему, не сильно нужны. Я уже сейчас не помню, но я думаю, что они мне не сильно нужны. Так, все. Идем дальше. Опа, разведочка пошла. Так, отлично. Это радует, радует, ребятки. Радует нас. Стена и потом ничего. Гольд. Мне нравится зелёто. Говорит нам. О-о-о, не-не-не-не-не. Сейчас же тебя отравят или ещё болезнь. Хоть болезней нет, это слава богу. Отъедай-то, мы тебя вылечим. Уж не переживай. Разведочка. У-у-у. Огонь. Так, кто здесь? А, пауки. Чё-то странно, я точно иду на третьем уровне? Да вроде да, там, потому что на полтинник была защита у типов. Я думаю, что да, мы идём на третьем уровне. Умри. Нет, собака. Ну, сейчас-то ты умрёшь. Они просто очень, вот это по крайней, очень сильно кусают. Сейчас стан будет, да? Сопротивление, сопротивление. Отлично. Отметка. Вы это зря делаете. Был бы в меня, может быть, чё-то была бы польза. А так-то что? Ну, давайте подхилим. Сейчас будет смертельный удар смерти. Ху-ху! Просто в минус. Воу-воу-воу! Вот это сейчас, да, начнётся. Смертельный удар смерти оказался опасным. Ещё раз пьём. Я даже не знаю! Бить не бить. В следующем-то ведь висталка будет ходить. Ну и чё? Ну, давай. Понадеюсь, что в следующем собачник пойдёт сразу. Не удастся ему ходить. Отлично. Так, о, еда. Поели. Настроение прибавилось сразу же. Так, кто будет открывать в этот раз, ребятки? Кто, кто, кто? Ну, давайте. Так, это чё ты? А, понял всё. У меня была выбрана, да? Давай, ты будешь открывать. Ой, ты молодец. Ой, ты молодец, ты мой! Тыща, тыща. Даже выкидывать-то чё-то жалко. Прям вообще не знаю. Только освободилось место, его уже сразу заполнили. Давайте выкинем бинты. 750 голоды. Я думаю, они мне не сильно понадобятся дальше. От ослабления вполне возможно ещё понадобятся. А вот бинты, я думаю, наверное, вряд ли. Заходим. Разбиваем палаточку. Кушаем. Так, немножечко стресса. Давайте посмотрим. Так, я знаю точно, что надо брать на этого чувака, на нашего, его дальние атаки. Это по-любому нам надо будет брать на него, ему баф, точнее всего. Вот какой-то он здесь есть. Только герой здесь с дальними навыки. Да-да-да, вот этот вот, дальнебойные навыки. Вот это мы точно будем брать. Что у псаря есть? Снятие стресса, снижение стресса на 10, урон от стресса, шанс на разведку, тоже неплохо. Застать группу врасплох, шанс застать монстров врасплох, защитить от ночных кошмаров, от ночных набегов. Так, у тебя что, дружище? Герой, только герой. Потеря 20% здоровья, все спутники, снижение стресса на 20, снижение стресса на 15. Офига себе, ты это собой жертвуешь. Только герой, снижение стресса на восприятии, спутники повышения стресса. А остальное все только хил и снижение стресса. Так, у Висталки что есть? У нее, по-моему, что-то есть очень крутое. Есть ли религия, снижение стресса на 15, снижение стресса на 5, защита на 15. Вот это, кстати, хорошая вещь. Защищает от ночных нападений, тоже за 4. Есть ли смертельная слабость, излечить, нет. Урон от стресса, снижение стресса. Ну, вообще, хорошая очень вот эта штука, да, защиту даст, по крайней мере. Меньше будем урона получать. На 4 битвы это очень хорошо. Еще, у тебя что есть еще? Шанс застать группу врасплох, но все то же самое. Только герой снижения стресса, все спутники снижения стресса, да? Ну, понятно. Уклонение плюс скорость, урон, рукопашные навыки. Что-то, короче, сильно-то на дамаг и ничего и нет. Снижение стресса, снижение урона от стресса. Шанс разведки. Ну, давайте возьмем, наверное, вот это. Чтобы нас сейчас не застали врасплох, чтобы нас не подамажили. Возьмем вот это. Одновременно потом будем ходить, сиро. Вно, да, это, надеюсь, взялось, да, эта вся фигня взялась. Я просто... Не может быть, это какой-то херни из-за этого, вот. Да вроде что-то взялось. Так, ладно, и мне надо что-нибудь еще. Чисто ему дамаг, конечно, брать. Давайте возьмем вот это. Вот и нормально. Нет-нет, все-все-все берется. Все для всех. Отдыхаем. Погнали, на пушку. Да поможет нам вся сила. Что есть у нас, и что нет у врагов. Гольд. Мне точно нравится жилье. Согласен. О, пауки. Воу-воу-воу-воу-воу. Сразу. Черт, не хватило. Нет-нет-нет. Уклай, отлично. Вот за что я, единственное, не люблю... Я уже говорил про это, да, по-моему. За что я не люблю вот этого чувака. За то, что у него нет вообще рывка. Он еле как калоша какая-то будет передвигаться к первому месту. Это просто капец. Давайте добьем уже. Собачник сейчас сходит, дорежет. Так, есть 6 этих 100 галдишечки. И у нас остается лопаты. Лопаты нам, наверное, будут не нужны. Хотя я не уверен. Мы же можем обратно вернуться. Пойти там еще походить. Там могут быть нужные лопаты. Ну ладно, давайте все равно выкинем. Посмотрим сейчас карту. Где тут у нас была карта? Тут, пожалуйста, есть место. Для нее лопаты не надо. Так что нам, по крайней мере, в ту сторону сходить еще можно будет. Сами видите, да? Так, и давайте расстановочку, естественно, обратно. Я все надеюсь, что мне дадут. Ну пожалуйста, спасибо, ладно, слава богу. Какое-то кольцо, смотрите, нашли мы. Урон против нежити. Минус 2 уклонения. Ну так-то неплохое кольцо. Хоть и серое. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Ну что? Так и нахер, короче, все это. Все. Ключ мне нужен. Вперед, ребят. Вперед. На пушку. Вот поджигатель. Ядрит, раскудрит его. А, кстати, их тоже врасплох. Они обычные враги, считаются. 12 хп у него. Нет за... Ну и зато уклонения до хрена. Он уклонился. 21 уклонение у него. Отлично. Отдыхай, тварь. А ты просто умри. Так, пушка начала ходить. Призовет. На дальнюю линию. Вот это хреново, конечно. Отлично! Тоже хорошо. Только фишка в чем-то, что когда я-то буду бить. А, он всего же одного призывает, да, вроде как, или нет? На всякий случай слепану его. Что-то вдруг он будет ходить. Да, не добили. Надо было бить двойным ударом. Просто интересно, пушка. Что она ходит? Она призывает всех сразу, или одного? Она одного призывает всего лишь. Это уже хорошо. Отлично, отлично, отлично. Все пока очень хорошо. Так, три. Наслабление у нее. Наслабление у нее 220%. Короче, ее вообще не проймешь. Я понял все. Я все понял. Ее не пронять. Вот этой всякой херней. А что, я, честно, на единичную, да, атаку похилил? Ой, блин, я думал, что я на массу, на массуху дал. Так, одного сейчас призовет, да? Двух, двух. Но у нее, видимо, знаете, выборочно. Она может одного, а может двух, наверное, призвать. У нее как-то так. Так. На кровотечение повесил, да? На два. Все отлично, можно уже не париться. Э, нахер. Воу, воу, вот это да. Хорошо, хоть у нее здоровья не дикое количество, посмотрите. Но и, получается, ты никак не проймешь эту пушку. Ее нельзя, на нее нельзя ничего не повесить, потому что у нее 200. Посмотрите, у нее все по 200. Да ей вообще плевать. Отлично, просто супер. Слов других нет. Хилить не надо. Долбим. Ща мы тебя разберем, по колесам надоем. На! Призывай там своих говнюков. Так, двоих прислала. Угу. Так, это сразу стреляет. Отлично. Так, 17. Добью. Но у меня тут два варианта. Либо я... Но давайте все-таки будем стрелять. Отлично. У меня либо им бить, либо им бить. Как бы вот такая тема. Мы, конечно, можем похилить. Да я, наверное, так и сделаю. Почему бы всех не прохилить? Пол ХП снесли уже. Довольно-таки, знаете, если вы сносите вот этого чувака, да, вот этого разбольник-фитильщик, то все достаточно неплохо. Так, я вот мне... Мне сейчас... Нет, мне хватает урона. Думал, не хватит. Не хватит урона. Хватает урона. Все нормально. Отлично. Теперь. Еще раз. Там кому-то ХП подносили. Так, еще одного прислала. Вот это, конечно, не очень. Ну и что, придется тратить. Критов, критов не хватает. Криты бы вообще было бы здорово. Подкрепление. Так, двоиха прислала. Заметьте, она не присылает первого вот этого чувака, который... С обычными этими... Ножами. С ножами. Какой-то убийца. Так, ты, говнюшонок, значит, у нас решил не подохнуть, да? Все уклонились. Осталось немного. 17 хпшечки. 17, ё-моё. Но мы все равно будем бить вот в этого типа. Я не собираюсь... Вот, теперь точно не хватит для того, чтобы добить. Причем, кстати, не хватит совсем чуть-чуть. Придется достреливать. Что делать? Рисковать не будем. Потому что я знаю, что пушка стреляет очень больно. И она очень много стресса. Крайне много стресса вешает. Так, давайте будем все-таки добивать. Я буду бить вот в эту. А этот постарается убить. У нас прокаженный постарается убить эту тварь. Да, это все нормально. Сейчас должен нам призвать одного. Ага, приставал, смотрите, с ножами типа. Отлично. Так, у тебя 14 хп. Надо подумать. Отлично. И вся надежда на вот этого чувака. Но, которому сейчас здесь находить не дадут. Кость-кость тебе в пузо. Два арбуза. Получи. Ну, справились. В принципе, босс достаточно несложный. Опять же. Опять же, косточки мы оставили. Давайте их выкинем сразу же. Это я заберу. Так, скорость. Минус. Вот эту палку я возьму. Деньги заберем. Пройдено. Довольно-таки несложный босс. Если вы просто выхвлестываете этого чувака. Естественно, сами понимаете. Когда мы пойдем на него на третий раз. На этого босса. Уклонения у этого чувака будет гораздо больше. И жизни будет больше. Убить его будет сложнее. Но я думаю, что за ход мы сможем это сделать. Пушка не ходит дважды. Может быть, следующий, конечно, этап пушки. Который будет 18 фунтовая. Лишь 16 фунтовая пушка. Она может быть ходить дважды. Я не знаю. Но пока. Пока. Вообще ничего сложного. Вообще ничего. Просто постепенно. Аккуратненько. Пищ-пищ. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пищ-пи-пи-пи-пи-пи. Кусь-кусь. Пищ-пищ-пищ. И все. И конец. Ну погнали. Пойдем пройдемся. Сюда. Вот в эту сторону я сюда дойду. Попробую вот эту сундук вытащить. Если, конечно, будет какая-то жесть какая-то палева. Мы, естественно, свалим. Ну его нахрен. Нам такие приколы не нужны. Давайте посмотрим, что вообще у нас есть по еде. У нас еще 12 еды. Black S. Черная жопа, он говорит. Согласен. Черная жопа смерть, он говорит. Вот так вот. Главное, главное не наткнуться, чтобы этот Темникус к нам не пришел. Не хочу я его видеть. О, кто-то пришел. Возможно, Темникус. Темникус, ты? Нет, не Темникус. Опа. Как мы вас, а? А? Как мы вас? Врасплох-то. Ты такой, о, что у меня врасплох-то? Е-мое, я уж не хотел. Я просто мимо. А вы тут так сразу. На. Блин, псина собака. Выжила. Вот это вообще не. Вот это вообще не очень. Е-мое. Псина саная. Добивать надо. Да е-мое, ты посмотри, а. Сколько? Девять уклонения. Девять. А нет, уклонение 24. Фу, извините. Я думал, ни хера себе девять уклонений, она уклоняется как бог просто. Я в нее попасть не могу. Так, три. Нахер пошла. Болезнь пыталась повесить. Ты посмотри, а. На четыре урона. Пытается оттолкнуть, наверное, да, кровотечение, ослабление. Дяденька, вы не охренели ли? На два, да, на три хода. А тут на четыре, на... Да. По всем, да? Значит, пошел стресс. Так, ничего страшного. Терпим. Так. Давайте всех, наверное, похилим. Понемножку, конечно. Не, лучше точечно. Вот у него совсем мало хп. Так, ты, дружище. Оп. Ты, дружище. А тебе не дают... Тебе нельзя пить, да. Ты у нас не пьешь. Так, ну что будем делать? Надо вот эту забирать. Скорость и уклонение, сопротивление оглушения, сопротивление перемещению. Но это надо забирать. Она стоит дорого. Ее можно продать в любой момент. От чего избавляться будем? Давайте избавимся тогда от травы. А ты, садани. Ну, я даже сейчас не знаю. Смотрите, посносили нам хпшечки-то. Как мы там будем драться-то в том месте? Вот такое, конченое место. Ну, я в том плане, что там же серьезная комната. Ну, как бы, серьезная драка нас ждет. У-у-у, еще драка. Пипец. Сейчас, наверное, Темникус нарисуется. Ну, еще лучше, как бы, да. Ну, не Темникус. Ну, хрен тоже еще тот. Пять. Надо добивать. Мне страсть не нужен. На 11, отлично. Что у тебя с... Ага. Его можно, в принципе. Защиты. Ага. Не получилось, да? Сейчас он как даст. Пипец. Вообще, охереть врезал. Чувак, ты конченый просто. Конченый мракобес. Я тоже могу кусаться на криты. Так. Я могу на крит, конечно, повысить себе. Давайте просто пытаться добить. Черт, он псих вообще. Ты че такой псих-то, а? Сейчас ее будет пытаться удавить. А, он травит, да? Яд. Ну, яд не страшно. Ты знаешь, что мне яд не страшен? На. По ноге тебя прям. На сколько яд? На три. Кось, кось, тебя за ногу. 4, 12. Что же нам делать-то? Да, хилиться надо. Отлично. Давай, хил, хил, хил. Давайте по всем, наверное. По чуть-чуть каждому. Ну, хоть немножко. Тут этого совсем хреново. Вот я... А, у меня же есть хил. Да, я могу захилиться. К сожалению, здесь его нет. Ладно. Просто так сделай. Пускай сдохни. Сдохни. Вот этот мне нужен. Бюсты мне нужны. Это я точно знаю. Тысячу выкинуть, что ли? Пяти хатач выкинем. Бюсты заберу. Или даже вот так я лучше сделаю. Так, кто у нас тут мистер мастер от колупования ловушек? Походу ты, да? Ты же мистер мастер. Соточка, 90, 60, 60. Ты мастер. Ну, я просто думал, что может тут еще, знаете, другое. Он же снимает стресс все-таки. У меня тут есть ребятки, например, Висталка, может быть, знаете, справилась бы с этим. Хоть я не представляю, как бы у нее это получилось. Так, подождите. А мы что, это полено не разбирали? Или мне кажется? Не, мы его разбирали. Обычно просто ломаем, когда разбираем. А тут стоит на месте. Думаю, как-то удивительно. Как мы мимо него-то могли пройти. Так, ящик. Что в ящике? Фамильные реликвии. Ни деньги, ни фамильные реликвии нам уже и не лезут. Ну и пес с ними. Идем дальше. Бревно. Идем дальше. Блин, она практически... Висталка практически уже стала уже одержимой. Ну, нам туда не надо. Мот максимум до этой комнаты дойдем. Так. Тут ни черта. Ну ладно, ничего страшного. Так, последняя комната. Перед тем, как зайти, давайте-ка отъедимся. У нас есть 8 еды. Давайте я с вами скормлю сейчас. Вот ему, на сколько можно это? Вот на 4. И немножко тебе. И одну висталки. И заходим. Так, кто здесь будет? Бабуля. Бабулечка. Красотулечка. Воу-воу-воу, бабуля, полегче. Ты что борзеешь, мать? Так, человек-мистик. Давайте убьем, наверное, его. Но постараемся, по крайней мере. Оглушим. Сопротивление, смотрите-ка. Сработало. Обычно добивал. Ай, не хватило. Ну вот это тоже. Короче, сейчас начнется пипец. Рвань. Так. Что же делать? Что же делать? Да, бить они будут дико по нему. Пипец. Очень больно. Пипец. Так дайте ей тогда бабку эту прикончить. Ну ты совсем старая. Да ты вообще двигаешься еле-еле. Я что, не видел, что ли? Какой-то там увернуться. О чем вообще вы говорите? Ага. На хрен. Так, они могут его убить, кстати. Я что-то про это-то и не подумал. Да! Блин, они в него и бьют! Да иди нахер! Пипец. Я хожу, да я хожу? Только дай я хожу. Ладно, бабка тут ходит. Воу-воу. Блин, у меня же была, кстати, хилка-то. Ё-моё. Да какого... Ладно, ладно, ладно. Все спокойно. Вот оно уворотливое. Сколько там у тебя? 29. Ну в принципе неудивительно. Да 29 уворотов. Не кисло. Так, тоже метку повесила. 45. Сдохни уже, наконец. Так, и давайте-ка будем пытаться глушить, наверное, этого паренька. Отлично. Ну, расправились. Единственное, ну слава богу, что сзади не дошло до момента ее обезумия. Но вот довели они моего. По крайней мере, до смертного состояния. Это херово. Ладно, давайте смотреть. Деньги я заберу, естественно. Что еще? Да все вроде. Остальное все нужно. Открываем сундуль. Открываем сундуль. Забираем портретики. Все. Золотой комнаты я не вижу. Сюда я не пойду. У меня уже один при смерти. Нет, нафиг надо. Давайте погнали домой. В принципе, неплохо. До босса дошли все хорошо. Вот в последней комнате единственное. Последних двух там стычках у нас тут что-то немножко продамажили. Но это ничего страшного. Так-то мы нормально справились. Ну все, хватит мне тут считать. Четвертый, четвертый, третий уровень. Кое-что тут мне плохого. Сопротивление оглушению. Подвешили. И плюс еще что, болезнь у него? Откуда болезнь-то? Когда успели болезнь повесить на меня? Кто-то все-таки успел на меня болезнь повесить. Какая-то сволочь. Остается нам подводная команда. Подводная команда, кстати, смотрите, у меня с шестого уровня один персонаж. Это за очки бит. Как там, что-то в чумной доктор раздавал по одному очку. За то, что, типа, ну тот убездействовал. Всем раздавал. Ну, я так понимаю, что всем. И вот мой стал шестого. Давайте-ка выложим предметы. И попрощаемся. По-моему, получилось неплохо. Мы все справились. Мы все сделали. Все, что нужно. Все, что от нас требовалось. А нам теперь надо сходить вот на эту команду подводную. Дадут нам за нее какой-то крутой предмет. Кстати, смотрите, очень редкий. Только антиквар, антиквариат. Вот антиквариата мне вообще ничего не надо. Дадавать, потому что он бесполезное создание. Я его никогда брать с собой даже не буду. Лечащие навыки на 50%. Нафиг они нужны. Он хилит по 2. Будет хилить по 3. Вау. Я не знаю. Наверное, всю команду сможет выхилить. Так что, я думаю, будем ждать следующей серии. Посмотрим, как мы подправимся уже с подводной командой. Я, наверное, неделю мотану эту, чтобы вот этот вот предмет пропал. Потому что мне он нахрен не нужен, честное слово. Надеюсь, что какой-то другой попадется. Более порядочный, нормальный предмет. Вот. И дальше пойдем. Пойдем, пойдем. Посмотрим, что там босс этот нам сделать сможет. И будем переходить уже на интересных боссов 5 уровня. Кто-то, кстати, меня спрашивал по поводу, когда мы пойдем в темнейшее подземелье. Я думаю, пойдем мы в него тогда, когда закончим полностью с классическими подземельями. Стандартными вот этими. Мы когда пройдем полностью все круги, останется, получается, у нас остается еще 9 серий как минимум. Я надеюсь, что не будут, ну, более-менее мы сможем справиться в каждой из них по одному боссу. Получается, нам надо убить вот эту подводную команду. И еще 8 раз, 8 боссов убить уже на более высоком уровне. И потом пойдем в темнейшее. Я думаю, тогда мы начнем ходить. Ну, то есть, надо вначале убить всех здесь, потом пойти уже туда. Более сложное место. Я так понимаю, темнейшее самое жуть. Из всех, потому что там будет вообще жескать жескачевый. Торопиться там не стоит. Потому что умрет команда 5 уровня. Чувачок, это качать его пипец сколько долго. Я не желаю этого вообще никаким образом. А сейчас не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. А также добавлять плейлисты. И, естественно же, заходить в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь и там. А с вами был Станислав. Всем спасибо за внимание. Всех обнимаю. Целую. Люблю. Всем счастливо. До новых встреч.